Каждый народ развивает свои национальные виды спорта. Соревнования по национальным видам становятся большими и яркими праздниками, напоминающими древние атлетические состязания. Как и тысячу лет назад, на празднике народов Сибири и Дальнего Востока воздвигается могучий резной столб, символ мужества, дружбы и благородства. Спортивные игры органично сочетаются с пением, танцами, музыкой. У советского спорта славные традиции. Благодаря воле, упорству и таланту наши спортсмены достигли выдающихся успехов. Их истоки в массовости и доступности советского спорта. Человек с детства стремится к борьбе, страстно желает победы, как эти юные богатыри из якутского села Чурабча. Если они и не впишут свои имена в историю спорта, то все равно в дружбе с ним вырастут сильными, смелыми, жизнерадостными. Доволен и в тренер Дмитрий Коркин, учитель и исследователь культуры якутского народа, он посвятил спорту всю жизнь. В родном селе Коркин организовал школу национальной борьбы «Хабсагай». В тренировки включил старинные спортивные упражнения. Приемы борьбы «Хабсагай» обогатили олимпийский вид спорта – вольную борьбу. И, может быть, поэтому из якутской борцовской школы вышли атлеты, прославившие советский спорт. Один из них – олимпийский чемпион Роман Дмитриев. Истоки этого изящного спорта тоже берут начало в глубокой древности. Из глубины веков пришли к нам лучшие традиции спортивного прошлого. Национальный спорт и спорт олимпийский шагают в одном строю. Мы бережем и сохраняем все, что помогает нам совершенствоваться. Мы сохраняем все, что сближает народы, укрепляет их дружбу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok